Нормальная, обычная жизнь. Люди ссорятся, чувствуют вину. Надо духовной практикой заниматься. То есть у вас нет счастья. Вы написали мне? У нас нет счастья, Олег Геннадьевич. Счастье бывает только, когда люди духовной практикой занимаются. У них высокая цель какая-то есть в жизни. Они думают о возвышенных вещах и живут обычной жизнью, в которой все ссорятся, имеют трудности. Жизнь предназначена для трудностей. Она для счастья не предназначена. Поэтому так все здесь складывается всегда, что трудности. Мне задают одно и те же вопросы уже 20 лет подряд. Это моя трудность тоже. Не надо одно и то же говорить постоянно. Тоже трудность. Ничего не сделаешь с этим. Надо радоваться, потому что есть возможность что-то сделать хорошее. Так и в отношениях тоже. Надо набирать духовные силы, свыше силы брать и отдавать близким людям. И будут обязательно трудности. Будет недопонимание, будут неблагодарности и так далее. А что касается конкретных вещей, отношений с родителями и так далее, это уже тема серьезных обсуждений. У нас есть лекции на эту тему, на тему семейных отношений. Вот сейчас в Новосибирске, 3 дня назад я читал по семейным отношениям лекции. И там в последней лекции был чисто ответ на вопросы. Очень углубленное такое изучение, как строить отношения с близкими людьми и так далее. А вот эта вот девушка, да? Ну, девушка находится в состоянии тяжелого периода астрологического. Марс плохо влияет на нее. Это отдает гневливость, напряженность психическую. Ну, и, соответственно, я не вижу духовной силы. Нет достаточно духовной практики. Для того, чтобы преодолевать все трудности, нужна энергия откуда-то. Чаще всего люди берут энергию изнутри. Они берут энергию от Бога. Вот признаком этого человека является главным то, что у него нет сил. Психических сил нет. Это означает неправильная жизнь. Часто люди настраиваются на то, чтобы силы брать от событий, от друг друга, от работы, от родителей, от детей. Там нет силы. Силы есть только свыше. Когда человек так настраивается, он зацикливается, как на самом себе. Получается, замкнутых рук. У вас тоже нет сил. У вас нету, да. У вас тоже нет сил психических побеждать судьбу, потому что практика, сама жизнь неправильно построена. То есть вы варитесь в каше, которая не пополняется. Нужно пополнять энергию свыше. Нужна внутренняя жизнь. Каждый день молитва с утра. Какая-то вера нужна, какая-то святость в жизни нужна в семье. Если этого нет ничего, нет куда брать силы. Будут просто раздоры. Вы какой раз на лекцию пришли на мою? Так, а второй? Вам надо полгода еще просто слушать лекции. И сейчас не надо думать о том, чтобы лучше жизнь стала. Об этом вообще не думайте, потому что у вас не хватает знаний. Я вот сейчас обратную связь ловлю с вами. Вижу, что вы не понимаете, о чем я говорю до конца. У вас нет глубокого понимания. Почему? Потому что вы только начали изучать эту тему. Не беспокойтесь, не отчаивайтесь. Кто лекции слушает уже года два, поднимите руку. Ну, трудности меньше? Меньше? Ну, все, два года всего потерпите же немного. Сколько вам лет? Ну, 25 уже терпите, еще два года всего. Если же есть какая-то, она вообще страдает с тобой? Да, она страдает с вами. Передайте ей, что если она вас бросит, она останется одна на пять лет. И не факт, что потом найдет кого-то. Вот это и передайте. Поэтому скажите, что вас Бог соединил. Надо вот вместе страдать. А справиться с Богом, я еще дать, пока я изменю себя. А вы передайте, что когда человек изменится, когда человек ждет, что другое изменится, то никогда ничего не изменится. Надо пытаться менять себя. Передайте ей, что человек близкий отражение моих грехов собственных всегда. И если ждать, что пока он изменится, это все равно, что ждать, когда пол сам очистится от грязи. Мы всего лишь ловим в близких людях отражение своих же грехов. Святой человек ник не нервничает и ни на кого плохо не реагирует. Ему со всеми хорошо. Потому что каждый человек – это душа. Вот, например, приведу пример. У вас очень правдивый характер. Вы честный человек. Это качество души, вашей души. У каждой души есть особенности. Вот у вас такая особенность. Вы очень чуткий и заботливый человек. Это тоже ваша особенность. Вы правдивый человек. Это ваша особенность. Если на эти особенности замечать, то можно с вами счастливо жить. У вас также достаточно силы рассудительности, чтобы все вопросы решать с помощью беседы с вами. Вот. Теперь, если взять ее, то у нее очень добрый характер. Она добрый человек по природе. Доброты много. Вот. Она также трудолюбивый человек. Она может много делать, трудиться на благо. Вот. Это то, что дает возможность вам быть счастливыми. Понимаете? Вы дополняете друг друга таким образом. Но если вы будете думать о том, вот она, допустим, раздражительный, гневливый, агрессивный человек. Если вы об этом будете думать, то тогда вы будете страдать с ней. Если она будет думать, что вы слабохарактерный, обидчивый человек, тогда она будет с вами страдать. И так далее. Вот это вот мышление в этом направлении, оно приносит боль. А причина, почему люди так мыслят, у них не хватает душевной силы видеть главное в человеке. Для этого нужно пополняться свыше этой силой. Мы истощаемся в отношениях друг с другом. Мы начинаем видеть плохое друг в друге, только плохое. И это вызывает сильную боль. Когда люди пополняются духовной силой, они видят друг друга в хорошей. Вот я с вами общаюсь не как с обидчивым и чувствительным человеком. Я с вами общаюсь как с честным человеком и как с человеком, который способен понять истину разумным человеком. Понимаете? Я вас так воспринимаю. Мне не интересно остальное. Это признак правильного понимания вещей. Это правильное понимание вещей дается свыше. Я сам не могу обладать такими качествами. Мне нужно сначала пополнить свое сердце чистотой для этого. Каждый день это надо делать. Понятно теперь стало? Как будто вы один здесь. Ну, хорошо. Простой метод будет сегодня в конце лекции. Мы настроимся на святость и будем повторять «Я желаю всем счастья». Это очень простой метод. Вот нет ничего проще. Не надо никакой веры иметь. И это работает однозначно. Если я решил жить в монастыре, какой должен быть правильный мотив для такого образа жизни? Как понять, что я не ухожу от жизни и своих обязанностей? Не зря трачу время и не живу за счет других. Хороший вопрос. Дело в том, что чаще всего люди уходят в отречение сейчас просто для того, чтобы получить духовное образование. Ни о каком отречении по факту речи не идет. Я не знаю ни одной духовной традиции, где бы люди сразу отрекались и навсегда. Обычно людям дают какое-то время подумать. Ну, то есть даже в православии постриг сразу не происходит. То есть человек сначала послушник, он изучает, как жить правильно в духовной жизни. Это время очень важно для каждого человека. Если человек просто пробует жить в отреченной жизни, год-два, особенно мужчина, то вся его жизнь потом меняется на 90 градусов. То есть он реально, если человек имеет такую силу пожить вот так отреченной жизнью, то он становится ценнейшим членом общества. И говорить о том, что он бездельник и ничего не делал в это время, это означает неправильно понимать, что такое жизнь. Дети до 20 лет бездельники. Они учатся в школе, в институте. И что же тогда их воспринимать как бездельники? Они бездельники, они делают что-то важное. Но духовное образование стоит гораздо выше, чем любое образование, которое дает нам специальность. Если человек получает духовное образование, он становится очень ценным в этом обществе, во всех отношениях. Честный, порядочный человек всегда очень востребован везде. Это большая редкость сейчас, когда человек имеет хорошее качество характера. Это ценится гораздо выше, чем профессиональные навыки, которых очень много сейчас у людей, но они не могут себя по-человечески вести друг с другом. Поэтому ваш вопрос, буду ли я бездельником или нет, это не безделье, это самая важная деятельность, которая только существует, духовная практика. Если бы сейчас все люди на Земле по часу в день молились, наша планета стала бы райской, и никогда бы на ней не было бы войн, и не было бы никаких раздоров и трудностей. Нам не хватает духовной силы в жизни. Это главная потребность и проблема. Потому что духовная сила первое, что дает спокойствие в сердце, второе знание о том, как жить, а третье победу над судьбой. Три этапа. Вот у вас даже первые этапы не наступило, у вас нет спокойствия. Какое знание тогда? Вы просите знание. Да знание еще далеко. Нужно сначала достичь спокойствия, принять друг друга в жизни. Вы пытаетесь ее принять, а она вас не может принять, она не хочет вас принимать. Это означает еще ниже уровень развития духовного. Нужна душевная сила человеку для жизни. Наполните ее душевной силой. Начните работать над собой. Бог выбрал вас. Вы сильнее. Как правильно развивать отношения с духовным наставником? Открывая сердце, чувствую, что начинаю находиться в зависимости от человека. То есть делюсь с ним сокровенным. мало опыта отношений такого рода. Ага, хороший вопрос. Спасибо вам за такие вопросы. Вы развиваетесь, чувствуете, задаете все более серьезные вопросы мне. Отношения с духовным наставником строятся точно так же, как отношения с близким человеком. Отношения строятся в сердце. Отношения – это не болтовня. Люди часто думают, отношения – это бла-бла делать с кем-то. Это не отношения. Отношения с духовным наставником – это поклонение ему. Нужно поставить его фотографию и кланяться ему, говорить, я хочу тебя понять, я хочу тебе служить, я хочу увидеть твои отношения с Богом, я хочу почувствовать, насколько ты веришь в Бога. И это постепенно начнет открываться в сердце. У каждого человека есть вера. Если человек старше, хоть чуть-чуть, у него больше это вера и силы отношений с Богом. Это является ценностью. У любого наставника есть недостатки характера. Вот у меня есть недостатки характера. Это является незначительными вещами в отношениях духовных. Нам неинтересны друг другу недостатки. Нам интересно найти возвышенные качества человека и это даст возможность нам выйти на Бога. Потому что, опять же, человек – это не самоцель. это представитель Бога, это то, что у него есть от Бога. И мы таким образом через него устанавливаем отношения с высшей силой. Через человека можно, через икону, через священное писание. У каждого, в каждой культуре свои методы. Как это делать? И поэтому первое время не нужно слишком много болтать с наставником. Нужно задавать ему самые важные вопросы и, получив ответ, выполнять это всё. Большинство людей хотят эксплуатировать своих наставников. Они не хотят им служить. Служение наставнику означает задавать вопросы о том, как ему служить, а не о том, как ты мне можешь облегчить жизнь. Вот, допустим, сейчас ко мне подойдут после лекции человек 50, наверное, как минимум. Из них два или три спросят, как мне делать что-то важное в своей жизни, как мне служить. И 47 спросят от меня то, что я должен, и как я им могу послужить. Они будут требовать от меня, когда я выйду замуж, как мне вылечиться, что мне такое щёлкнуть, как с какой стороны щёлкнуть, что сделать, чтобы мне легче было жить. Ведь люди не спрашивают о том, как я могу меняться, работать над собой. Они спрашивают в основном те вопросы, которые дают им возможность как-то снять страдания. Это означает, что они иждивенчески подходят и к наставнику, и к своей жизни также. Они не хотят работать над своей жизнью, они хотят, чтобы кто-то за них это сделал. Это называется эгоизм просто. Мне приходится это всё терпеть. И приходится отвечать так, чтобы люди встали на правильный путь в конечном счёте. Я много раз видел, когда люди начинают заниматься духовной практикой и пишут вот такие телеги наставнику своему, духовному учителю даже. И в этих телегах постоянно пишут о своей жизни. Они не спрашивают, как я могу тебе служить, что я могу для тебя сделать. Они пишут, вот у меня такая проблема, помогите, у меня такая проблема, помогите. Да кто кому тогда служит? Часто люди просто используют старших для того, чтобы решать свои проблемы. Никакого служения нет. Это означает то же самое. Они используют Бога для решения своих проблем. Они служат Богу. Так понимаете, Бог уже вот здесь сидит. Разве вы его не спрашиваете о своих проблемах каждый день? Зачем это делать через наставник, когда человек кричит, сколько так можно жить? Кого он спрашивает об этом? Столб? Никого вокруг нет. Он думает, я не могу так больше жить. Сколько можно уже? Вот девушка на втором ряду с длинными волосами. Вы сегодня уже это делали. Вы кого спрашивали? Самого себя? Нет. Вы спрашивали Бога в вашем сердце. Что вот здесь у нас есть представительство Бога. Это та сила, которая дает нам знания, дает нам счастье, дает нам страдания, испытания. Это совесть называется так же. Это ведах в древней культуре называют сверхдуша или параматма. Представительство Бога. В всех культурах все знают, что Бог в сердце находится. Все знают об этом. Вы его спрашивали сегодня. И он вами недоволен. Потому что вы от его конючите счастье. Вы хотите от него счастья. Понимаете? А счастье, это не то, что надо выпрашивать. Счастье приходит, как результат труда над собой. Но вы не над собой трудитесь. Вы хотите еще больше счастья в этом мире? Трудитесь над счастьем. А надо трудиться над собой. И тогда Бог в сердце будет доволен, и Он вам даст счастье Сам. У Него не надо Его просить вообще. Вы не просите. Все просят так же, как вы. И вы просите, я прошу. И для себя это тоже говорю. Понимаете, мы постоянно об этом должны думать. Мы должны думать о том, как мы можем служить высшей истине Господу, а не том, как... У нас, естественно, есть склонность обижаться на жизнь, а это означает на Бога. Обижаться на жизнь, обижаться на любимых, на родственников, на судьбу, на события, на болезни. Все это означает обижаться на Бога. Это... А? Если на себя съедать. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Ты съедаешь. А если себя съедаешь, это значит, что вы недовольны тем, как бы вы стали счастливой. Это хитрость такая, знаете, себя съедать. Потому что человек дает себе задание и выполняет его. Это один вид жизни. А второй вид жизни это мучить себя. Например, я плохо прочитал вчера лекцию. Вы говорите, ну ничего страшного, в следующий раз лучше прочитать. Нет, я плохо прочитал вчера лекцию. Что это означает? Да мне наплевать, как я завтра прочитаю. Мне хочется быть счастливым просто, а я не могу быть счастливым, потому что я плохо прочитал вчера лекцию. Я не могу быть счастливым, а мне хочется быть счастливым. Я поэтому всех вымучиваю вокруг, чтобы они мне сказали, нет, ты хорошо прочитал лекцию вчера, нет, плохо. Так это эгоизм чистейшей воды, потому что человек делает что-то, ну, говорит себе о плохом для того, чтобы исправиться, а не для того, чтобы конючить у всех награды и поздравления. Это обычное дело, мы все такие, мы все так действуем, живем. Помогите, пожалуйста, что делать, внучка попала в дурную компанию, она не попала в дурную компанию, она всегда была в дурную компанию. Потому что когда человек в хорошей компании, он в дурную не может попасть, от добра добра не ищут. Понимаете, когда человек уже в хорошей компании, он не может в дурную попасть, потому что, ну, сладкий вкус на горький никто не заменяет. Это все равно, что вот сказать, допустим, у меня была красивая, нежная, добрая жена, а я взял ее, заменил на старую, некрасивую, злую. Такое бывает, нет? Где вы такое увидели? Кто хочет плохого в жизни взамен на хорошее? Есть такие люди, нет? И поэтому вы говорите, вы не пишите, моя внучка попала в дурную компанию. Да она была уже в дурной компании. Просто из одной дурной компании она перешла в другую. Потому что если бы она не была в дурной компании, как бы она попала в дурную? Такого не бывает. Как это может быть? От хорошего никогда не бывает плохого. Плохое бывает только от плохого. Просто мы свое плохое не замечаем, вот это другой момент. А чужое замечаем. Вы не ищите проблему в ней. Вы ищите проблему в себе. Вы ее замучили. Да, у женщин есть одна проблема. Они, понимаете, женская природа очень скрытная, тайная. И женщины сами не понимают часто, чего они вытворяют. Женщины живут счастьем своих детей. И считают, что это праведная жизнь. Вы живете счастьем своего ребенка. Если ему хорошо, вам тоже хорошо. Ему плохо, вам плохо. Вы не своим счастьем живете, а ее счастье. Это называется эксплуатация. Вы эксплуатируете ее жизнь для того, чтобы быть счастливой. И так сильно эксплуатировать, что вы ее замучили. Она уже не может терпеть этого всего. И надо куда-то деться от вас. Называется привязанность. Или желание наслаждаться счастьем за чужой счет. Не имеет значения, с кем она живет. Родители, значит, так делают. Выход такой. Выход находится в сердце. Вот у вас есть объем работы. Есть разные варианты к нему относиться. Можно сказать, блин, ничего не получается. Надо убежать от этой работы. Или сделайте работу за меня, пожалуйста, Олег Геннадьевич. Есть сердце, объем работы у вас. И она делается, эта работа в молитве, в отношениях со святостью. Вы говорите, я молюсь, молюсь. Ну и в чем проблема тогда? Я тоже вот, у меня есть объем работы, тоже молюсь, молюсь. Смотрю, лучше стало. В сердце же лучше становится, когда человек молится. Вот вопрос только, как молиться. Если, например, человек молится и конючит от Бога что-то, просит постоянно, это не помогает. А если он служит Богу в своей молитве, я хочу тебе служить, за меня служить, мне надоело жить для себя, думать о себе, о своих родственниках. Я уже устал так жить, я постоянно что-то прошу у тебя. Я очень эгоистичное по природе. Пожалуйста, дай мне возможность тебе служить. Как только вы так подумайте, вам сразу легче станет. Потому что как только вы начинаете Богу служить, Он сразу дает вам силы. Видите, вам уже легче стало сейчас прям. Это так или нет? Это все правильно, но я бы насчет внучки. Я тоже насчет внучки. Потому что вы с ней связаны в сердце. Если вы в своем сердце облегчение делаете, ей тоже легче становится. Это все одно и то же. Просто вы этого не понимаете. Начинайте с своего сердца. Отношения с Богом в стройке и в своем сердце, когда у вас будет облегчение, ей тоже будет лучше. Потому что когда она получит счастье, она не пойдет уже глупости делать. Глупости делают от страдания, а не от счастья. Когда человек духовную силу обретает, первое, что он получает, спокойствие, второе – знание. Когда она знание получит, она не захочет общаться с дурной компанией. Не успокоиться, а молиться, желая служить Богу. Вы опять на своем. Вы опять для себя хотите что-то сделать. Послать, успокоиться, сделать так, чтобы она была счастливой. Надо служить Богу. Он сам даст счастье вашей дочке или внучке. Понимаете, вот как мы привязаны жить для себя и делать все для себя? Это просто зараза какая-то. Разве вы для себя и для себя забыли? Конечно, для себя, потому что ее счастье – это ваше счастье. Почему вы не забудетесь о дяде Васе, который на улице валяется? Или о тех, кто сейчас в Одессе погиб? Помолитесь за них. Мы только можем, ой, сколько погибло. Ну, помолись, если люди погибают, помолись за них, помоги им. Мы только для себя живем, моя хорошая, только для себя. Вы же не за чужую внучку беспокоитесь, за свою. Потому что она дает вам счастье. И вы за свою долю счастья беспокоитесь. Вот и все. Вам это трудно просто сейчас понять. Постарайтесь, да. Спасибо вам большое. Разумные люди, даже если на них напирают, они слушают очень вежливо. Это признак сильного разума. Это разумный человек. Родители, когда давят, ничего страшного. Они же нас родили, имеют право мучить. Веда говорится, что человек себе не принадлежит вообще. Он принадлежит тем, кто ему что-то дал в жизни. Вот, допустим, и сравним, приводится такой пример, что раб принадлежит тому, кто его кормит. Но кормить человека — это же не то, что родить. Если нас кто-то родил, мы больше ему принадлежим, даже чем раб принадлежит своему хозяину. Но мы этого не хотим. Мы бунтари по природе. Мы не хотим признать, что мы принадлежим родителям. Мы не хотим этого признавать. Нам хочется только себе принадлежать. И если бы кто-то мне доказал, что я сам себе родил, я бы, наверное, это принял больше, чем то, что меня мать родила. И ей за это надо отвечать благодарностью всю жизнь. Благодарность означает принять мучение от нее, страдание. Она же хочет наслаждаться за счет меня. А когда кем-то кто-то наслаждается, это всегда вызывает страдание, в отличие от того, что мы знаем. Мы думаем, что если я наслаждаюсь кем-то, значит, и меня наслаждает тоже. Ничего подобного. Все наоборот. Если я кем-то хочу наслаждаться, то этот человек мучается. И мы все эгоисты по природе. Родители мучают нас, мы мучаем своих детей. Точно так же, как мы хотим, чтобы дети честно мучились рядом с нами, так же надо честно мучиться рядом со своими родителями. Это будет честно. Она уже начала употреблять алкоголь. Ее родители не в вере. Вот и вывод, почему ее родители не в вере. Потому что вы их не воспитали в вере. Вот теперь за это страдаете. Не хотят пока идти в веру. Это объем работы. Родители не хотят идти в веру. Это объем работы вашей. Надо трудиться дальше, чтобы они захотели. Знание же перетекает от одного родственника. к другому. Это как крика. У вас, допустим, вот столько знаний сейчас. Вы будете духовной практикой заниматься. Будет больше родственники. И дальше будут больше верить. У меня мать вообще ни во что не верила. Сейчас начала верить. Отец и тот пил, пил, пил. Я молюсь уж, Господи, ну хотя бы что-то сделай, чтобы он перестал пить. И он сделал. Он дал ему такую болезнь, которая не дает ему пить. Он пытается выпить, и все, назад идет. Идет. Господь заботится. Как может заботиться по-разному. В зависимости от возможностей человека. У него силы воли нет бросить, но Господь дал ему болезни, чтобы шансов не было пить. И он плачет, но пить не может. Можно ли женщинам соблюдать посты? Можно, но иногда человеку по конституции нехорошо поститься как-то, допустим. Но есть разные виды постов. Допустим, если человеку на суху нехорошо поститься для здоровья, это легко можно понять, когда постишься. Если, допустим, на суху постишься, плохо становится. Значит, тебе так не надо поститься. Тогда можно на воде попробовать. Если на воде не получается, тогда постись на сырой пище, допустим, на сырых, овощах или в фруктах, допустим. Есть разные виды постов в зависимости от состояния здоровья человека. Есть вопросы, как правильно приготовиться к тяжелому периоду жизни. Надо совершать аскезы, режим дня, правильную жизнь вести, больше молиться и тяжелый период жизни будет легче переноситься. Но по факту, тяжелый период жизни сам нас подготовит. Когда он начнется, тебе придется напрягаться. И это напряжение разовьет тебя как личность. Тяжелый период жизни – это хорошо. Это неплохо. Плохо жить в невежестве и спать постоянно. Алло, у тебя все хорошо? Да, и у меня все хорошо. Ну, все хорошо. Так это сон просто. Душа же родилась не для того, чтобы так жить. Она родилась для того, чтобы трудиться здесь, на этой земле. Поэтому трудности – это хорошо. Это то, что нам дает развитие. Вот кто из вас от хорошей жизни сюда пришел? Поднимите руки. Ну, несколько человек разумных есть, которые от хорошей жизни пришли. Остальные все от плохой пришли. Я тоже от плохой пришел.